Итак, здесь у нас два параллельно соединенных резистора. У них общие узлы и на них одинаковое напряжение. Такая схема называется параллельное соединение резисторов. Так, этот резистор у нас будет R1, а этот – R2. И в прошлом видео мы уже говорили о том, что можем заменить R1 и R2 одним эквивалентным резистором, сопротивление которого вычисляется вот по такой формуле. 1, делённая на R параллельное, равняется 1, делённая на R1 плюс 1, делённая на R2. Итак, по этой формуле вычисляется сопротивление резистора, эквивалентного двум параллельным резисторам. И вы можете спросить, а если резисторов будет больше? Что если здесь будет несколько параллельных резисторов? Как быть тогда? Например, здесь будет R3 и так далее до Rn. И все соединены вот так. Как тогда изменится наше выражение? Итак, здесь у нас течёт ток, а вот в этом месте он возвращается назад. Здесь ток расходится, часть его протекает через R1, часть через R2, а если резисторов больше, то часть пойдёт через R3 и так далее до Rn. То есть ток проходит через этот узел и дальше распределяется между всеми резисторами. Обозначим его буквой U. Также обращаю ваше внимание, что на всех резисторах будет одинаковое напряжение U, но разная сила тока. При условии, конечно, что у них разное сопротивление. И как вы заметили, что мы проделываем всё то же самое, что и с двумя резисторами. Итак, мы знаем, что I, вот эта сила тока, должна быть равна сумме. Таким символом обозначается сумма всех протекающих через резистор токов. То есть I1 плюс I2 плюс I3 и так далее до In. Сколько резисторов, столько и тока. А кроме этого, мы знаем, что сила тока, протекающего сквозь каждый отдельный резистор, In. Равняется 1, делённая на его сопротивление, умноженное на U, которая у всех резисторов одинаковая. И теперь подставляем вот эти выражения, и у нас получится, что общее I тока является напряжению, умноженному на… дальше будет большое выражение… 1, делённое на R1 плюс 1, делённое на R2 плюс 1, делённое на R3 плюс и так далее для каждого резистора. То есть плюс 1, делённое на Rn. А дальше вот это выражение можно заменить одним эквивалентным резистором. То есть заменим вот эти все параллельные резисторы одним. Тогда вот это всё выражение обозначим как 1, делённое на R параллельное. Таким образом, мы можем упростить схему с любым количеством параллельно соединённых резисторов и заменить их одним эквивалентным резистором. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Мы будем рады услышать ваше мнение по поводу этого видео. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то напишите их в комментариях, и мы с удовольствием постараемся ответить на них.